МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала ННТ продолжит новости 24 в студии Зухралиева. Здравствуйте. Я и мои коллеги расскажем о главных событиях к этому часу. Открытка памяти. Так называлась российская акция, приуроченная ко дню полного освобождения Ленинграда от блокады. Руководители нового поколения. Шесть дагестанцев прошли финал конкурса лидеры России. Семь золотых, две серебряные и четыре бронзовые медали. Таков итог выступления дагестанских борцов на гран-при Иван Ерыгин. Госжилой инспекции Дагестана проводят выездные приемы граждан по всей республике. Это позволяет людям напрямую обратиться с жалобой на бездействие работников ЖКХ или получить профессиональную консультацию по жилищным вопросам. На этот раз местом встречи стал Дербент. Всего за день было рассмотрено свыше 40 обращений. Большинство жала поступило от обманутых дольщиков. Все заявления были детально рассмотрены экспертами, и для их решения будет оказана необходимая поддержка. Постараемся, наверное, этот вопрос поднять еще на высоком уровне и как бы решить удовлетворить. А то, что жилищные вопросы связаны, я думаю, буквально за месяц мы постараемся удовлетворить просьбу жильцов. В Муфтии Дагестана шейх Ахмад Афанди принял участие в работе научно-практической конференции «История, религия, общество», прошедшей накануне во Владикавказе. Мероприятие было приурочено к 110-летнему юбилею памятника архитектуры Мечеть Мухтарова. В нем приняли участие представители органов государственной власти, духовные лидеры, религиозные и общественные деятели. Выступающие отмечали значимость для всего Кавказа историк архитектурного памятника, возведенного благодаря пожертвованиям прихожан и финансовой поддержке бакинского мецената. По завершении научно-практической конференции ее участники посетили мечеть Мухтарова, где совершили коллективную молитву. В эти дни вся Россия вспоминает события военных лет. Печальные цифры статистики, напоминающие о потерях и лишениях жителей блокадного Ленинграда, не оставили никого равнодушными. Всероссийская акция «Открытка памяти» прошла в эти выходные во всех городах. Дагестан не стал исключением, и Луиза Раджабова продолжит. Нынешним поколением, выросшим при полном изобилии на прилавках, трудно представить, что такое норма хлеба и как на нее прожить. Спустя более 70 лет важно помнить о пережитых днях, о том, как умирали дети от голода. В знак этого была развернута масштабная всероссийская акция «Открытка памяти», в рамках которой все желающие смогли не просто узнать о том, как в осужденном Ленинграде пекли блокадный хлеб, но и попробовали его. Хлеб максимально приближенный к блокадному, так называемому. Мы сегодня сделаем его из ржаной муки, подсолнечного шрота, солода, соль и, в общем-то, овсяной муки. «Открытка памяти» – это не просто акция. Это возможность отдать дань уважению людям, которые прошли через тяжелые испытания, но выстояли, напомнить каждому о том, как важно быть сильным, ценить нашу историю, жизнь своих близких. Активисты Общероссийского народного фронта в дальнейшем планируют продолжать подобные акции. Луиза Раджавова, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Шесть дагестанцев прошли финал конкурса «Лидеры России». В полуфинале по Северному Кавказу они соревновались со 136 участниками. Все конкурсанты прошли контрольное компьютерное тестирование и подтвердили свои высокие результаты дистанционного отбора. В течение двух основных дней полуфинала участники демонстрировали свои лидерские качества и боролись за выход в финал, который пройдет в Сочи с 13 по 17 марта. Среди финалистов – Изумруд Бучаева, депутат Народного собрания Дагестана. Обязательно нужно участвовать в конкурсе «Лидеры России», потому что само название «Лидеры России» дает ту мотивацию, то желание стать лучшим, участие в этом конкурсе, тот формат, та ответственность, которая есть, она мобилизует все силы организма. Напомним, «Лидеры России» – это открытый конкурс для руководителей нового поколения. Все его финалисты получат образовательные гранты в размере 1 миллиона рублей. С победителями конкурса будет работать наставник из числа известных руководителей. Также они получат шанс попасть на специальную программу развития кадрового управленческого резерва. С 1 февраля ветеранам и инвалидам увеличат пособия более чем на 4%. Постановление правительства подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Кроме того, повышение выплат коснется граждан с детьми, а также при обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваниях. Напомним, что в начале января российские пенсионеры также получили прибавку. Пенсия выросла в среднем на тысячу рублей. И о спорте. 7 золотых, 2 серебряные и 4 бронзовые медали. Таков итог выступления дагестанских борцов на гран-при Иван Ярыгин. Международный турнир в течение 4 дней проходил в Красноярске. На месте работал мой коллега Курбан Рагимов. Он подготовил краткий обзор последнего дня турнира. Еще за день до окончания турнира было известно. Дагестанцы обошли всех в медальном зачете. Сегодня, в последний день турнира, разыгрывались награды в четырех оставшихся весах. Шансы на золото имели трое наших вольников. Эта удачная атака стала кульминацией финальной встречи в весе до 86 килограммов. Даурен Круглиев оформил досрочную победу над турком Фатихом Эрдином. Золотая медаль Ирыгинского позволит борцу вновь представить страну на крупном международном турнире. Сейчас будем 6 февраля, поедем точнее на сборы. Скорее всего, это будет первый сбор на чемпионате Европы. Или впереди может быть и Кубок мира, вроде говорят, где Кубки. Видно будет, как тренеры расскажут. Готовится дальше, следующий мир лицензионный. Так что американца надо еще наказать. Одним из главных открытий турнира стал Магомед Курбанов. Свои медальные амбиции Хаса Юртовец продемонстрировал еще в первой схватке, где сумел остановить многоопытного Амзора Уришева. Довольно. Первый раз такой значимый турнир выиграл. Довольно. Да, очень тяжелая схватка была, но вновь я выиграл. А за счет чего? В чем ты оказался сильнее? За счет желания. Жирную точку в успешном выступлении сборной поставил полутяж Шамиль Мусаев. Для победителя молодежного первенства мира эта победа пока самая значимая во взрослой карьере. За чертой призеров в этом весе остались фавориты. Чемпион Олимпиады Кайл Снайдер и его обидчик Расул Магомедов. Где жаль Кайла Снайдера? Это облегчил задачу победе? Нет, я сам тоже хотел с ним встретиться. Но не получилось. И что получит сегодня? Не сегодня, а завтра. Раньше я думал, я никак не смог бы выиграть Оригинский. Ну вот сейчас получилось у меня, благодаря моим тренерам, кто меня подготавливал. Всем родным и близким, кто меня настраивал, поддерживал. Конечно, всем спасибо. До финала дагестанцы не дошли только лишь в весе до 74 килограммов. Здесь победа досталась Заурбеку Седакову. Магомед Курбаналиев и Азамат Нуриков – бронзовые призеры. Таким образом, сборная Республики повторила свой успех годичной давности, выиграв в общей сложности 7 медалей высшей пробы. Такого результата на Оригинском пока не показывал никто. Я думаю, не то чтобы сложно, это практически невозможно такое повторить, потому что из 10 веселых категорий, из 7 чемпионов, казалось, это рекорд будет такой, который надолго стоять. И в этом году случилось так, что мы подтвердили тот же результат и довольны, счастливы. Наверное, немаловажную роль играет микроклимат, который в команде находится. И там все на одной волне находятся. Думаю, это очевидно. И результаты пошли, и ребята улыбаются, и тренера довольны. Я надеюсь, что и наши болельщики будут довольны. Мне приятно отметить, я курирую дагестанскую сборную. И сегодня здесь практически в каждом весе выступают мои ребята. Кроме двух весов, 74 и 125. Поэтому 8 финалов, это замечательный результат. Я хочу заранее, хотя еще впереди остались спадки, поздравить сборную команду Дагестана Сажидова, главного тренера президента федерации борьбы Дагестана, с прекрасной победой, которая одержана здесь, в Красноярске. Курбан Рагимов, Магмед Расул, Магомедов, телеканал ННТ, Красноярск. Вечер спорта накануне прошел в Баба-Юрте. 350 человек приняли участие в турнире по грепплингу и смешанным единоборствам ММА. Спортсмены всех возрастов состязались за звание лучшего, каждый в своем весе. Подробнее в материале Камиля Девятого. В Баба-Юртском зале яблоку негде упасть. Спортсмены, гости республики и болельщики. Зал полон любителями спорта. Для будущих чемпионов это первый опыт. Здесь ребята закаляют свою силу воли, характер, набираются опыта. Соревнования проводятся по двум дисциплинам. Спортивная борьба, грепплинг и ММА. На трех коврах идут нешуточные противостояния. Баба-Юртовский клуб «Анаконда» представляли воспитанники Заура Жантиголова. Он родом из Кабардино-Балкарии, но уже 12 лет живет и тренирует баба-юртовцев. За это время ему удалось воспитать 8 чемпионов мира. По словам тренера, на достигнутом останавливаться он не намерен. У меня выступает здесь чемпион мира Зубаилов, Салим, Абакаров, Мурад. Сколько ваших учеников, вашего клуба выступало здесь и по грепплингу, и по ММА? Больше 50 учеников выступают. Также будет выступать по профбоям. Будет делать суперсладкие. Очень такой быстро развивающийся вид спорта грепплинг и ММА. Это не только в Дагестане, не только в Баба-Юрте, но и по всему миру. Инициатором этого турнира является Жантиголов Заур, тренер-предподаватель детской юнической спортивной школы. И поддержкой инициативы его совместно с главой нашего района, Эльдар Гусенич Коррешиева, мы проводим уже четвертый раз вот этот ежегодный турнир. Любительские соревнования плавно перешли в профессиональные поединки. Три суперсхватки по грепплингу и пять поединков по профессиональному ММА скрасили спортивное событие. Весе до 84 килограммов суперсхватки. Пояс чемпиона достался Хас-Аютовцу Рустаму Хас-Гаджиеву. Долго засуялся, я пытался несколько раз провести. Константин, наверное, подустал. Порадовал земляков местный грепплер Салим Зубаиров. Большую часть времени, работая в гарде, Салим производил попытки болевых приемов. И вот результат. Уверенная победа. Чувствовалась, конечно, ответственность перед одной публикой. Собрался в свои силы. Алхамду и ля. Получилось выиграть, сделать свое. Не попался на чужое. Благодарю всех организаторов, конечно, своего тренера за оружие антиголового, за такой вклад в развитие греппинга и ММА в нашей республике. Профессиональные поединки запомнятся по улике надолго. Спортсмены демонстрировали навыки ударной техники и мастерство партера. Ни один из поединков не дошел до судейского решения. Я очень рад, что все поддерживают меня. Я давно не тренировался, только что начал. Грань же тренировался чемпионом России по штанда. Сейчас, неделю назад, начал тренироваться обратно. Камиль Девятов, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Баба-Юрт. Таковы новости этого часа. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова